В конце декабря было разозблено уведомление о том, что оплата тем организациям, которые будут осуществлять непосредственные работы по капремонту, она будет проходить в течение 36 месяцев. В связи с этим, конечно, два вопроса. Первое, я думаю, что объективы вы тоже это понимаете. То есть рынок игроков, скажем так, назовем их так, которые хотели бы участвовать, но ввиду того, что 36 месяцев это достаточно большой срок для того, чтобы, скажем так, заморозить свои средства, он существенно унизится, то есть снизится, поэтому хотелось бы все-таки от вас тоже услышать. 36 месяцев это все-таки крайний срок. Второй вопрос связанный с теми подрядными организациями, которые выполнили свою работу на сегодняшний день, у которых подписаны акты приема и передач, но перед которыми тоже есть задолженность, в том числе и от фонда капремонта. Действительно, на сегодняшний день пока условия договора звучат таким образом, что оплата выполненных работ будет осуществляться в фонда капитального ремонта в течение 36-6 месяцев. На сегодняшний день положение именно такое. В дальнейшем мы посмотрим, как будут идти аукционные процедуры. Я думаю, Ольга Владимировна всегда этот вопрос держит на стройном контроле. Александр Александрович, при необходимости будем собираться и обсуждать данные условия договора. Понятно, что они, может быть, сейчас непонятны, ухаживающиеся какими-то нереальными, но практика показывает. Вот прошел первый круг аукционов по проектированию. Организации играются, играются и падают. Средний уровень падения на проектные работы составил 50%. Реализация программных мероприятий за 2021 год и то, что у нас остается в предыдущих периодах. То есть сейчас проекты у нас в стадии разработки находятся. Если посмотреть пока на небольшую часть объявленных электронных аукционов в текущем году, то здесь необходимо отметить, что мы не отмечаем полного отпуска участников. Участники есть. Есть дома, за которые, как мы это называем, берутся, когда идет реальный торт, реальный аукцион. Есть дома, где принимают участие единичные подрядные организации. Есть дома, пока заявок, по которым нет. Поэтому данная информация будет обобщаться и, соответственно, совместно с главой муниципального района, с областной думой, с нашим учредителем, вопрос установки этих сроков будет подлежать, конечно же, контролю и рассмотрению. По вопросу выполненных работ и оплаты на сегодняшний день, фонд капремонта производит оплату подрядам организаций, в зависимости от того дня, когда они были приняты, в пределах тех ненужных средств, которые поступает в фонд капитального ремонта. Поэтому данный вопрос тоже постоянно на контроле. Мы еженедельно направляем информацию и в прокуратуру, и направляем ее и в правительство области, и непосредственно нашему учредителю, в министерстве правительства ЖБХ. Пока платим именно там. На сегодняшний день ситуация именно такая. Спасибо, Вера Сергеевна. Хотелось бы все-таки, чтобы учитывалось, если у нас собираемость в городе Балаково, самой высокой в области, то вот этот равный подход, где выплачивается и поставщиками, и тем организациям, которые в Энгельсе, и в Саратове, и в Балаково. То есть это все-таки какие-то моменты должны учитываться, то что мы говорим много спасибо жителям нашим по поводу того, что они оплачивают. Ну, соответственно, хотелось бы, чтобы мы тоже не растеряли предпринимателей, которые выполняют эти работы. Спасибо.